всем привет добро пожаловать на очередные съемки ram club и мы будем говорить про хорошие напитки всегда меня зовут давид меня евгений будет интересно а что сегодня панама панама сегодня у нас панама на голове панамы у нас еще сегодня не было нет центральная америка опять почему она у нас была никарагуа да сейчас у нас панамский это между прочим очень очень ожидаемый ром для оператора он уже давно просил он сказал давайте будем рассматривать обо его поставил ультиматум или будем рассматривать обо его или я сваливаю но и мы засняли сколько пятьдесят семь выпусков еще и вот уже бояло так что так между прочим город очень терпеливый но не спешит просто да кто понял жизнь кто-то не спешит ну что здесь у нас происходит это рон обуэлло анехо из вкус 12 повысит вас а нос а нос это что это года на 12 лет это дюжина дюжина не скажем чего до грана зерва но это стандартная как всегда три медальки бла-бла-бла валера ой не валера варе варела только и варела почему он почему он здесь но это основатель это основатель а вот градусы градусы 40 градусов между прочим есть у меня дома бутылочка в коллекции когда ты ее очень давно мне уже полуоткрытым когда-то мне и очень давно оператор подогнал по какому-то поводу подгон был да и что примечательно это уже давно было но годы идут градус меняет больше и на той на той бутылке у меня 37 и 5 здесь 40 ну как 40 этому как бы что для нас 40 то есть кто-то где-то за все эти годы сказал вот знаете чего не хватает два с половиной процента надо добавить ну как я уже кстати заикался что 37 и 5 это минимальный тот рубеж который ты должен как бы вложиться чтобы ты соответствовал как бы рому если ты идешь ниже то тебе уже в общем-то не должны позволять торговать не были на грани решили что надо вот тогда тебя не должны трактовать как ром но тем не менее бывает так валера абуэло анус что до основатель основатель asma да да появились ребята в общем начале двадцатого века а назватель вот как начале двадцатого века не появились через пять лет после того как панама получила независимость да поэтому у них получается что история и самой паналы уже как независимой страны и уже через пять лет появилась это производство они очень тесно между собой связано значит в первую очередь панама получила независимость 1903 году а эти соответственно 908 появились да и что еще примечательно что в тот момент когда они стартанули ну по крайней мере бренд ambassador этого бренда было он заявляет что в тот момент как бы они были вообще единственные кто алкогольный напиток делал она разве ему можно верить знаю я бы лучше на нас надеялся то есть единственный алкогольный напиток ну но не знаю может быть официальный может быть может быть не знаю но в любом случае это часто мы точно не проверим у нас времени мало поэтому сейчас не проверим но мы докопаемся да есть чем заняться да есть на чем чем заняться даже я думаю ты открывай ты открывай миссия привилегированная ну ты что за счет прощелкал и уже нету миссии конечно когда говорят открывай надо открывать действовать быстро срочно надо быстро действовать надо не умничать конечно обуэлло между прочим ну это с испанского языка означает дедушка в общем обуэлло обуэлло о бабушках и будет это я не знаю не помню говорили будет интересно у меня кстати в подростковом где-то возрасте не знатном районе 20 может быть был кстати это самое бздык испанский пытался учить я смотрю что ты до бабушки не дошел не все осталось на уровне маньяна и одной фразы которые лучше маньян завтра а тебе говорили дарит а когда ты начнешь делать уроки это игре маньяна да да но полезно я когда не учил немецкий я знал только одну фразу даст из лангвайлих 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 вас из даст даст из скучно и я когда сдавал экзамен устный я сдал его но на четверку я практически одну фразу говорил со времен записали на кассету отправили потом пришел назад я четверкой я помню раньше были эти самые тоже сателлит ну тарелки и там были короче в одном этапе у меня жизнь тоже в детстве больше там были немецкие каналы эти к нам не там было слово все время когда реклама начинать вербунг внимание уберите детей это грамм надавить такой классе нравится ну поехали давай дадим оператору ну один давай давай мы оператору больше всех налил и правильно тактический ход есть до подпоить оператора немножко вот да и по поводу кстати что я хотел еще отметить потому что в каких-то уже по он даже не пи не один раз и уже обращал внимание что с панамы они являются достаточно большим экспортером сейчас на сегодняшний день которые сырье именно для производства ровно за других да тот же самый кстати вот чермайнс недавно отрывали до рассматривали кто как недавно выпуск это уже наверное пока этот выйдет это уже будет ну в прошлый год пасха завтра уже почему у тебя такое стремление обмануть зрителя мы же только правду только интересно ладно вернемся это самое гектаром гектаром давайте чтобы ты понимал у них у них сейчас очень большая площадь 1800 гектаров это площадь сахарного тростника в общих плантациях засеяли да для сравнения для сравнения мы как-то разговаривали тоже рассказывал про мартиник мы рассматривали такой бренд клемон и клемон они на мартинике тоже являются ну на своем острове они являются одну одни из по крайней мере ведущих точно но у них в 15 раз меньше общей площадь там 100 гектар ну условно да да нифига прямо это много вот это вот много было это очень дедушка то как бы не стал он сеял грязь и но там туда-сюда но на самом деле если посмотреть на рынок то очень много есть независимых бутылировщиков которые именно не только производства другие которые да как бы и ромакурни но и отдельные просто бутылировщики которые закупают у панамы сырье и бочки и ну как правило между прочим это идет именно от этого завода да сейчас на панаме там есть еще несколько если я правильно помню но не про них сегодня а что ну по линейке вот это вот этот конкретный выпуск валера который валерят основатель да это основатель и это было вот 12 а нос дальше что это там на каком уровне находится часто натаньяма ну стандартная линейка на этот выпускается постоянно и составляет до во первых что у них происходит у них есть своя достаточно такая особенность они не делают белый ром у них все все выпуски которые они делают он всегда выдержан или подкрашен ну подкрашен да тут в любом случае думаю что он подкрашен потому что 40 градусов опять же да то есть его сильно водой разбавляли и чтобы вернуть более-менее этот баланс цвета то на это точно я думаю что можно рассчитывать но по поводу линейки ты спрашиваешь у них есть самый молодого них идет твое любимое слово anecho одно из моих любимых слов возможно а нос теперь будет самым любимым потом у них идет по моему 7 потом идет 12 я сейчас головы не вспомню там были еще выше или нет по моему что-то было до или 15 или 18 что-то такое но что примечательно это не является не минимальный не самый старший возраст это средний они вычитывают я не знаю это такая у них особенность ну окей хорошо усложнять эти вещи надо мне кажется надо чтобы кто-то но выступил с инициативой до стандарт какой-то завести что надо писать на бутылке если это касается выдержки неважно откуда минимальный максимальный средний там 3 3 квартал типа знаешь там ну видишь все зависит реально как бы от региона и от не понимаю но что же они нас путают у каждого есть свои вот эти нормативы в каждой стране они сами как бы устанавливать опять же если вы не все было так просто и не было бы запутано то нам не о чем было бы рассказать да действительно и его неинтересно может быть больше есть опять же амплитуда вкусов и вариации куда можно двинуться с какими-то да я просто про описание пусть будет ну я нормально выйдет я согласен снова я согласен да но у них вот такая фигня да но мы причем а мы даже не знаем среднее между например 8 и 16 знаем знаем а этот 12 это считается между 7 и казалось бы да было бы логично но нет 725 это не математика это это прям вот я цитирую сейчас реальные цифры то что вот бренд амбассадор 12 это вот средняя 7-25 я понимаю почему потому что ну больше в купаже больше молодых наверное но блин зачем так запариваться но не знаю может быть знаешь типа это сам может быть было бы еще меньше может быть совесть немножко знаю еще вот я быстренько выскажу я вот не до конца понимаю логику опять же это как солера примерно смешиваешь старый вот есть у тебя ром 25 лет видишь кино ты чё за птеродактиль опять летает но тут просто все вон в мусоре кругом валяется есть у тебя 25-летний ром выдавки есть у тебя семилетний и смешать 20 пиле и 25-летний семилетним не похоже ли это на то чтобы смешать что-нибудь с колой ну зачем ты берешь что-то офигенно что чем дешевле что напомнил вот я вчера был в заведении но узнаете где и но они не знают но если скажу они не узнают в общем как раз был абуэлу человек брал и он взял бутылочку маленькую колу это стекляшки знаешь сколько там 03 до 02 ну вот все продолжать у меня все у меня все ну что попробую наверно да не буду я пробовать давид расскажи что-нибудь еще интересно по поводу я еще хотел пару слов сказать по поводу линии что они еще выпускают давай значит по этим годам примерно прошлись самый старший с не помню с головы но у них есть еще выпуски где они делают именно акцент на выдержки в различных бочках ну конечно есть там стандартные да вот шерри и еще какие-то добыли есть еще у них выпуск такой центурия называется что связано с столетия да 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 и это он по-моему и он был связан именно то ли с производством начала то ли идет со ссылкой опять же на дату начиная с независимости по нам то есть или а то или одно или другое пола был вот но это вот то что касается таких основных выпусков да но те вот эта центурия но она где-то порядка наверно 100 евро стоит вот этот мир еще бы центурион 100 что-то около того да вот этот между прочим он достаточно как бы такой даже бюджетный можно сказать его цена в общем там варьируется ну плюс минус там где-то 35 ну до 40 можно смело найти до где-то в этом диапазоне можно смело найти то что опять же до производства достаточно может быть каких-то местах у не настолько популярны но производство большое его желание можно найти и поэтому опять же чем больше до предложения тем больше как бы ну в разных местах можно найти канала скидочку еще что-то он не лимитированный неограниченный поэтому все это все время на потоке ограниченный на конвейере поэтому без проблем там можно снимать к без проблем да ну расскажем уже наверное что тут вообще о содержимом бананчик выпрыгивает не согласен довольно ну ярко так согласен но созревший не перезревший созревший такой еще плотненький но не зеленый желтенький нормальный банан нормальный такой банан ну и чувствуется сразу этанол моста подрезать чуть-чуть первую очередь чувствуется как по мне конечно да типичная сладость как бы ну здесь действительно чувствуется да что ром это ром да рома все по аромату с одной стороны вроде достаточно насыщенный но как будто вот чуть-чуть кажется как будто я не знаю что чуть-чуть как ну водянистый что ли может быть действительно просилась бы побольше именно градус может быть может быть но это такие чисто субъективно давид они так уже два с половиной процента добавили за все эти годы не если серьезно то я думаю что это просто были бутылки которые шли может быть на разный экспорт но это если серьезно потому что я же я же не знаю откуда он достал вот что здесь еще есть но есть такая слушает ну это это не серьезно да ты сказал если серьезно а это не серьезно что здесь еще есть чувствуется да есть немножко какие какой-то банан есть если честно не отдает немножко тоже изюм но причем желтым не больше не так сильно изюмах и более сладенький не такой нету горечи не знаю как здесь мешает шайка приборе я не знаю мне если честно алкоголь вот не знаю не соглашусь помню вполне вполне но у тебя и тогда на черманец тоже алкоголь был я не чувствовал вполне себе ничего но на запах как бы он как по мне он не обещает ничего что-то такого вау так и он типичного своего уровня относительно цены вот что-то такое но сейчас попробуем не обманывает карамель чувствуется да да немножко спайси такой есть немножечко специи такие ощущаются такое легкое покалывание такой массаж немножко идет но сейчас он уже спадает пошел этап такая сладость немножко накрывает его но соглашусь то какая-то перчинка присутствует в послевкусии немного немножко что-то такое но что-то вроде до такого древесного немножко какую-то особенность вот бочки как бы чувствуется здесь но она слишком сильно выражена вот эта перчинка то что она вот больше была она такая наверно на первый план им поставил в плане вкуса перчинка потом сладость и уже в конце немножко такого как бы бочку ощущается чуть-чуть такая древесность но она очень такая не сильная потому что я пробовал много различных панамский храмов причем которые тоже и из этого же завода но они были там независимые бутылировки и там прям вот очень сильно очень сильно выраженные прям вот такая сильная бочка и дерево прямо наук прям преобладал здесь такого нету здесь можно какая-то и вот апельсиновая корочка не вспомнилось почему-то я так взял глоток побольше и это но что какая-то фруктовость прям есть но она не преобладает она где-то там на заднем фоне на бэкграунде знаешь там ну что-то вроде да типа банана что-то не банан вот под на банан особенно запахи особенно четливо есть вот на вкусе нет вкусе очень мало но вот какая я думаю что возможно что-то апельсиновое можно здесь рассмотреть если постараться заставить себя ну да ну да я думаю что да есть кстати между прочим что мне действительно нравится в самом бренде обойла то что это семейный бизнес до сих пор я сейчас не вспомню в каком это поколение ну сколько там четвертом по моему сейчас или даже уже пятый у них все-таки пошел почему тебе нравится семейный бизнес больше чем например акционерное общество мне кажется потому что если сами люди поколение семья которую руля мне кажется что они больше как-то не знаю с душой относятся к этому то есть их больше заботит именно продукт качество они обращают на это в большей степени не как если предприятие принадлежит более какой-то крупной корпорации которые именно зациклено больше сфокусированы на прибыли ну это такое мое мнение ну да а знаешь такую фразу в семье не без урода вот если писать у тебя семейный бизнес а власть попадает уроду плохо же все кончится проблеваясь акционеры и когда менеджеры так сказать добиваются их желаний может более безопасно для бизнеса может быть если мы с тобой просто очень улетели в сторону иногда надо иногда надо так проходит про панамский канал расскажу про панамский канал да это то что анус нет не ну что там особо рассказывают как бы ну люди я не знаю но мне кажется что многие по крайней мере знают что панамский канал ну это действительно одно из таких самых знакомых сооружений по крайней мере в панаме по моему это самая крупная если даже не во всей центральной америки в общем-то суть в чем его сделали его прорыли фактически просто канал насквозь страны получать с карибского моря на что тихий океан до получать с той стороны спасибо это заварились востока ну в сторону фиджи и австралии это получат туда пацифик но вот прорыли насквозь и в общем то да чтобы корабли могли просто проходить насквозь а не огибать вот эту всю южную америку и так далее это больших денег строила и на самом деле и они начали его строить еще девятнадцатом веке начали рыть постепенно да потом они как-то уже соединили их уже и потом они только начали там это все строить и так далее но в чем фишка вообще самого канала что уровень воды на разных сторонах он разный поэтому ну ты не мог просто прорыть да и как бы и корабль пошел поэтому им пришлось сделать такие ну разную секции одна заполняется заходишь закрывается переплывали набирает воду и соответственно выравнивается с уровнем воды которые дальше и он опять открывается он приплывает его таким образом прикольно очень долго это очень долго суши но это того стоит они между прочим панама за год они на этом в общем-то на канале за на канале они зарабатывают она больше двух миллиардов давид у нас тоже есть канал да но мы не зарабатываем 2 ну 2 не за вам дух не зарабатываем еще да не то чтобы два не то чтобы миллиарда пока что только обидный комментарий наш уровень мы стартуем отсюда к чему мы дошли не все обидные очень много очень обидных очень очень много очень обидных еще очень много позитивных люди оставляют много но не нам но не на что скажешь еще по поводу вкуса и так далее ну что я скажу ну вот он подкрашен подслащен мало как-то миласа не вас чувствует ты знаешь не вас вот кстати вот сами опять же производители они в общем-то говорят что очень tricky такие вещи хитрые они говорят они когда им задаешь конкретный вопрос вы подслащается продукт что-то добавляете еще они отвечают смотри там канал они отвечают так что во время выдержки мы ничего не добавляем в бочке ну понятно то есть это предполагает что и во время выдержки в бочке не добавлять и соответственно какой выходит из бочки разбавляем водой добавляем да там карамель выравниваем цветы и готова может или все-таки после бочки что-то происходит но об этом они не говорят можно не разговаривать очень слабым сиропом знаешь уже вода подсвечена или еще учет его знают мне но можно тоже самое что значит типа а вы знаете сколько времени знаю да не ну на самом деле как бы здесь тоже нету официальной информации то и не надо понятно что есть я чувствуешь ты чувствуется сразу что он подсващенный там причем вот сейчас я хотел сделать большой глоток делали сделал и поторопился удаляй ты же хотел сегодня бухать но это будет хуже потому что тот как-то постоял еще хуже ну в смысле первый бокал немножко постоял ну так ты выпил мне сейчас не надо запивать сразу ну может водичкой добавь может колы добавь нет не хочешь как илья не какая колья панамская мне кажется на каждом скажем следующим эпизодом становится больше всякой ерунды в эфире не ну в целом и поэтому больше просмотров в целом как бы если исходить тоже из того сколько он стоит все-таки дал 35 40 вполне достойные как бы своей цены наверное больше 40 я бы точно не стал бы платить но а ты говоришь воды а трубочка трубочка где ты про воду спрашивал не про трубочку знаете сколько время знаю все где вода вот вода да вот вода а трубочкой нет трубочки оценку давай ну значит по поводу оценки до банан до подсващен до подкрашен до немножечко как-то вот мне подвезает нос это но апельсиновая корка если найдете и возможно какой-то как бы сказать что то там есть возможно какая-то небольшая такая травянистая горько горькая капелька совсем чуть-чуть какой-то чего-то такого зеленого растительного но не очень высоко будет сейчас я думаю что надо точно здесь оставаться в шестом десятке то есть от 50 до 59 так не могу очень высоко дать не могу не знаю может быть ну совсем 50 совсем как-то грубо все-таки есть какие-то интересные элементы я думаю что может быть я определился 50 50 так даже до 50 но тогда ну ладно 58 58 ну да не сильно ниши не ошибка нет не очень на 1 балл выше об она на 1 балл всего лишь выше у банда и все тот обам выветрившийся был выветрившийся обам 57 справедливо окей давай ты но здесь да на запах преобладает сразу чувствуется что это действительно это миласа это сладенький карамель коричневый шах 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 шахмат коричневый шахар вообще я тебе говорил да вот это вот все это все там это все в бокаль коричневый сахар какие-то на бэкграунде на заднем фоне есть да что-то вроде фруктовости какой-то да может быть сторону бананы немножко но не сильно у нас точно не преобладает где-то там вот надо его поискать целом как бы он ассоциируется именно действительно да такой basic стандартный ну да сладенький в общем да я бы не сказал что у него есть какой-то вот свой сильный какой-то характер еще что-то его в общем-то можно спутать по крайней мере про этот выпуск да мы говорим его можно спутать я думаю что с очень многими так в целом достаточно он неплохо сбалансирован я не знаю я здесь не почувствовал алкоголь как ты поэтому были были действительно который мы пробовали где действительно я его чувствовал и там я об этом говорил здесь я этого не чувствую но как я сказал как будто вот хочется чуть больше градуса не знаю может быть 43 было бы получше может да как предположение градус повысить содержание сахара понизить и тогда у нас появляется панама да а тут у нас но такой стандартный да действительно скажу я думаю что это неплохой вариант для людей которые хотят просто попробовать более-менее уже скажем так перейти с уровня там бакарди да из какого-то такого совсем низкого уровня ромов вот что-то такое более остальное считаю что для этой цели я бы посоветовал да это неплохой вариант это будет ощутимый скачок и это будет что-то такое что не отпугнет скажем так да в нем нету чего-то такого очень сильного какого-то как я говорю характера какой-то вот сильного вкуса такого что может например не понравится кому-то он такого чисто вот стандартный как бы не больше не меньше вот за свои деньги пожалуйста попробуйте ничего супер от него ожидать не стоит но он относительно своей цены такого день ром на каждый день что называется но здесь можно добавить что ты прав может быть он и нет пугнет но он и не привлечет особо то есть если ты кому-то дашь по мне скажет не ну меня он не привлечет но если человек постоянно сидит не знаю на каптан моргане ему вот это налить я думаю что он будет очень даже впечатлен так поэтому если вы сидите на каптан моргане и не знаю сходили и он выиграли в автоматах 40 от подняли приумножились то есть вариант у нас для вас надо вид ну на да оценка какая будет надо же оценить не просто так оценку я дам 66 66 практически число дьявола ну 66 да наверное да да наверное меньше точно нет но не знаю ну плюс минута примерно это оценка да как бы то есть 66 58 можно найти среднее что у них здесь еще что то есть коробка такая достаточно как бы простенькая но своем стиле своем стиле черно-белое фактически да я сам чикаго институт не здесь просто медали здесь же нету написание какого-то изображение как бы основателя здесь есть можно прочитать обуэлла 12 рефлексово пашин типа отражает нашу страсть к самому лучшему выдержанному рома в мире так вот не но у них по крайней мере как я сказал есть до семерка по моему и есть она их где не указывается именно возраст но он еще типа моложе семерки но семерка соответственно тоже там средний возраст как ты исчислять не знаю насколько но этот он заявлен что этот ром который предыдущий вашего назвала не как бы больше так для коктейлей а этот уже такой уже добротный чтобы как бы в чистом виде ну с этим я согласен с этим я согласен что в чистом виде вполне очень отличный в коктейли и выдержки она вся на панаме да да это тропическая выдержка и они выдерживают у себя в панаме и все с этим все четко я знаю один ром который всего два года выдерживался и он лучше это говорит о том что возможно ну часто люди говорят о выдержке слишком много вот я для себя выучил за последнее какое-то время что я точно придавал выдержки слишком много значения чем чем она разным бывает да конечно выдержка есть достаточно много очень много на самом деле и это не только рома касается виски в том числе которые выдержаны очень много уже там действительно больше там сотни лет сотни больше двадцати там лет которые уже идут там 30 вот такие там уже просто что надо понимать что когда идет очень сильная выдержка там все меньше становится именно самого характера самого напитка самого сырья а все больше начинает влиять именно воздействие бочки да поэтому ну здесь вот соусол что называется надо смотреть но тем не менее но это абуэлу это продукт для массового покупателя в общем они по моему они не делают какие-то супер винтажи есть у них отдельные выпуски как я сказал которые на бочке акцентируются они подороже есть центурия это что-то вроде такую элитного и да как бы вариант но про них и пока что ничего не могу сказать я их еще не пробовал но тем не менее ну в общем то я все наверное сказал что я хотел оценки мы дали посоветовать кому я уже сказал в общем да длину кто плотно мы капли моргане у них есть лишний сорокет это для вас за 40 точно можно его купить это точно выше точно не стоит идти ты даже даже сдачу могу дать да однозначно так что так ну тогда у нас наверное все да я думаю если выпуск понравился понравилась информация то соответственно можно там колокольчик назвать нажать подписаться до колокольчик палец сабскрайб что там еще мы все все даст еще ну смотрите другие видео конечно там вообще обойти лучше ну там но они они все хорошие спасибо тогда за внимание все всего доброго чего начало паузы